Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл впервые подобное видео, меня зовут Галина, я живу в Турции. Я просто перевожу новости здесь в стране официальные из открытых источников на русский язык. Если вы впервые на моем канале, я оставляю ссылку в инфобоксе для того, чтобы вы подписались на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Давайте приступим. Давайте начнем с политических новостей, потому что они самые свежие на данный момент. Сейчас президент страны Эрдоган находится в Америке на встречах. В общем, в последнее время очень часто в разъездах находятся саммиты различные. Так вот, из самого свежего у него буквально несколько часов назад была встреча с Илоном Маском в Нью-Йорке. Он пригласил, во-первых, на технофест, которые будут в Измире, и еще попросил, предложил, заинтересовать, пытался открыть седьмой завод SpaceX в Турции. Но шуму больше наделала фраза Эрдогана до этой поездки. Он на его заявление о том, что Турция вообще может забрать свою заявку в вступлении в Евросоюз. Цитата. Турция может отказаться от Европы, но имелось в виду, что мы можем отказаться от заявки принятия в Евросоюз, потому что она уже длится несколько десятилетий, это рассмотрение. В общем, история очень долгая, не очень комфортная. Потом было заявление о том, что Швеция также продолжает, ничего не делает, не двигается, не выполняет условия, которые были выдвинуты для вступления, одобрения в НАТО. В общем, мне кажется, это стандартная, так как тема эта начала затихать, подогревание, такие фразы выбрасываются для подогрева интереса, для глазки, для того, чтобы были какие-то сподвижки. Я не думаю, что на данный момент сейчас будет отвергаться, если так можно выразиться, да, забираться эта заявка обратно. Из внутренней политики на прошлой неделе суд не удовлетворил иск против действующего мэра Стамбула и Крема Имамулу о его оскорблении публично одного политика, о его заявлении. То есть оскорбление речи, такое дело было, помните, по которому ему вообще грозило 4-5 лет. И из-за этого дела, я отмечу, его кандидатура не была рассмотрена, это было то условие ведения уголовного дела открытия, которое запретило, не допустило его до президентских выборов в стране. Когда за ним, как бы, конечно же, очень многие бы проголосовали, как минимум, позиция объединенная, а коалиция была бы, конечно, за него. Хотя уже началась у нас осень, сейчас бархатный сезон в Турции, но у нас еще иногда бывают вспышки пожара различные лесные. И вот буквально парочку дней назад был пожар над Измиром, и участвовал в тушении этого пожара вертолет с экипажем 4 человека. На борту у вертолета был один турок и три МЧС-ника, пожарника из Кыргызстана, граждане Кыргызстана. И вот, к сожалению, вертолет, когда делал забор воды возле плотины на Гейс, и он врезался в угол плотины, и упал вертолет. Удалось спасти, но в тяжелом состоянии находится один из членов экипажа, это гражданин Кыргызстана. И два еще гражданина Кыргызстана, один турок, они находились все еще в поисках, этих людей не удалось найти. Вообще, если берем Афат, МЧС, спасение, Турция направила три огромных самолета, загруженных техникой, спасением, медициной, препаратами различными, медикаментозными и всем прочим. В общем, все, что может потребоваться людям, отправили они эти три огромных борта в Ливию после наводнения, помогать спасать людей, участвовать в этих разборах. Но на самом деле там больше медикаментозная помощь, лечение людей, они развернули турецкий госпиталь, там уже в Ливии, спасают людей. Конечно, очень много в новостях о этой катастрофе, в мировых СМИ они, конечно, говорили, но в Турции гораздо больше, потому что религия это тоже мусульманская страна. Это очень близко к Турции, это очень страшно, и турки очень чувствительны к трагедиям, очень чувствительны к каким-то метеологическим проблемам, там наводнениям, землетрясениям, селям и всему прочему, потому что они все еще находятся в травме, которую общество у нас здесь не пережило после страшного, чудовищного, катастрофического землетрясения в феврале 2023 года. То есть тема очень острая, очень больная, и турки очень сильно на это все реагируют, когда это происходит даже у соседей в соседних странах, и где бы это ни было. Например, также мы вот про Мароку неделю назад говорили, землетрясение сейчас, это наводнение, и турки везде, конечно же, отправляют свои спасательные команды для помощи. Эта тема очень больная, и в новостях повестки дня она занимает очень много места, это очень активно обсуждают. Также на прошлой неделе у нас было ЧП в стране, рядом завалило, в общем, был взрыв на шахте технический, и это возле Зангулдак города, и там под землей оказалось заперто около 300 горняков. Это страшно, конечно, семеро было погибших людей, которые отравились парами и газами, но этих людей, всех из 300 человек, кто выжил, их удалось спасти в течение первых суток. Семь человек погибли, их фамилии и имена были названы официально, был траур, анонсировали, и в Кони уже запустили пробное тестирование использования карты Турции, называется, Туркия карты, на системе базовой системной платежей турецкой ТРОИ. Что это такое? Это будет базовая банковская карта, на которую вы можете класть деньги, тибетовая, которую вы можете расплачиваться везде за все абсолютно в стране. То есть универсальная, будет подходить для любых переводов, платежей, оплаты любых услуг, вообще все, что вообще можно оплатить, вы скажете, возможно, такие карты во всем мире есть, в чем проблема. На данный момент в Турции очень много различных приложений, систем оплаты, банковских карточек, много разных банков, выбор огромный, но есть минусы. Очень часто эти карты удобны только для какой-то сферы использования, например, карточки только для онлайн-шоппинга, там хорошие проценты идут, кэшбэки какие-нибудь, но при этом этой карточкой можно пользоваться только внутри страны, и ты, например, с ней не можешь платить либо на заграничных сайтах, или не можешь уезжать за границу, где-то за границей ей что-то оплачивать для внутреннего пользования, для экономики. Есть банковские карты другого типа, например, сейчас популярно, в последнее время давно несколько месяцев у нас сделали, папара карта, то есть тоже ты ее покупаешь, эту карту, бесплатную там даже взять можно, выписываешь легко, онлайн, короче, типа банк, ты ее выписываешь легко, получаешь, потом можешь к ней привязать свой действующий аккаунт с любого другого банка, объединить счет, для онлайн тоже покупок, для всяких хэшбэков и так далее, и так далее, все подобное, тоже удобная история. Но, например, в госуслугах, ГЕОЧ, кто-то, ВЭДЖИ, всякие государственные все дела, пошлина оплачивается, вы можете знать о том, что вы с этим, наверное, столкнулись, оплачивая пошлину за вид на жительство, кто здесь живет. Для того, чтобы оплатить пошлину, вам надо пойти в налоговую, в кассу, оплатить в кассе налоговой эту пошлину и с ВЭДЖИ подавать свои документы, оплаченные, или ты можешь оплатить онлайн, но только с государственного банка одного вида карт, только из одного банка, если банковская карточка у тебя есть, еще многие просят каких-то знакомых, друзей или соседей, у кого из этого банка государственная карта открыта, сделать, перевести по реквизитам этот платеж, и с ним, короче, с этим платежом будут подавать в ГЕОЧ свои документы. То есть госслужба, вот этот ВСИН турецкий, принимает платежи только из налоговой с квиточком, или только из одного определенного банка. А вот эта карта Турции по системе троеплатежной, она будет типа для всего универсальной, но, наконец-то, это было бы, конечно, удобно. Она объединит себе любые платежи, плюс транспортные, метро, трамваи, автобусы, короче, все, что тебе угодно, автобаны в том числе, короче, можно оплачивать все. Сейчас происходит разработка закона, будет о нем объявлено об условиях и принят, скорее всего, я думаю, что он будет принят в октябре месяце, закон для иностранцев, которые приобретали свое жилье здесь, в Турции. Возможно, они получали по этому жилью свои паспорта, золотую паспорт турецкий, да, при вложении экономическому страну и так далее. Короче говоря, будут, сейчас разработка идет рычагов, как можно отслеживать людей, которые приобретали жилье, недвижимость и используют не по назначению, то есть не живут в ней. Но, например, сдают, не оплачивая налоги налоговую, пересдают там своим знакомым или еще как там, без там договора, аренды и там подобное, то есть нелегально. Две недели, правда, назад я об этом не говорила, но раз в тему, в строчку, давайте скажем. О том, что очень много переехало в Турцию из стран СНГ, ну, русскоязычных людей, которые занимаются нелегальным, назовем так, бизнесом, отмыванием денег и вообще занимаются киберпреступностью. Они объединились, объединяются в сообщество киберпреступников турецких и учат их, у них есть свои чаты в телеграммах, там группы ватсапах и так далее, то есть полиция этим активно сейчас занимается, их находят, там депортируют, судят и так далее. То есть они вступили, эти люди, там различные айтишники и так далее, они вступили в зговор с местными, как мы назовем, преступниками кибер, и учат их, занимаются обучением, рассказывают схемы, обучают и грабят онлайн, банковские карты, счета, различные какие-то компании, причем граждан из других стран, иностранцев, для того, чтобы не привлекать к себе внимание, то есть они грабят не турок здесь в стране и систему хакают, а занимаются киберпреступностью в странах Европы, на западе где-то и так далее. Также Taste Atlas, это такой знаменитый сайт, там самые лучшие всегда указывают на пропитание, например, госпиталити, сфера отелей и все прочее. Вот Atlas опубликовал список самых лучших магазинов сладостей и десертов в мире, и турецкий магазин там был на втором месте. На первом месте там магазин бельгийских сладостей, на втором месте. Hafiz Mustafa, у нас есть такая сеть, это вообще магазины сладостей, но у них всегда есть при магазине еще и кафе, где вы можете присесть, употребить то, что вы только что приобретали, выпить чай, кофе и только сладости, никакой еды там у них нет. Очень приятно, конечно, также еще несколько заведений, там уже ниже по списку, там на десятых местах, ну в десятку вошли три заведения из Турции на втором месте. Вот это Pastane, если можно, да, называть скорее всего, Pastane, то есть десертное. Это очень классное кафе, кто будет в Стамбуле, всем советую, ну и в других городах турценности, это сетевая история. Для меня это мое самое любимое заведение по турецким сладостям, там все очень вкусно, и я советую, кто любит молочные десерты, попробуйте там, например, холодную баклаву, которая молоком залита, влажная, попробуйте инжирлы мухалиби, мухалиби сваренная с инжиром, именно у них там круглый год оно фактически есть, это нечто просто потрясающее и вкусное, ну три лечея, конечно же. У них готовят классические турецкие сладости, просто прекрасные, обалденные, но они делают это идеально, просто не подкопаешься, очень вкусно, советую всем рекомендацию. Кстати, на днях еще выйдет влог из Стамбула, я побывала в знаменитом кафе Вена, где подают Сан-Себастьян, который просто в тиктоках, в инстаграме занимает просто тысячи просмотров, перепостов, идеальный чизкейк Сан-Себастьян, который есть в Турции и вообще в Европе, очень многие туристы едут туда, чтобы в Турцию, Стамбул и в частности в кафе возле Галатской башни, чтобы его отведать и попробовать. Все комментарии будут во влоге, оно будет, этот влог опубликуется через несколько дней на канале. Министр здравоохранения в соцсетях у нас еще объявил о том, что уже 9 случаев зарегистрированных, нового коронавируса ЕГ-5, у него очень тоже высокая смертность, это новый подвирус, ну как бы по типу перерожденный коронавирус, 9 человек, все они приехали из каких-то стран, привезли в общем этот вирус из-за границы. На данный момент они на карантине, на лечении, с летальных исходов еще пока что в Турции по вот этому новому подтипу не зафиксированы, но опять у нас подорожал дизельное топливо, бензин подорожал, дизель он вообще 40 лир стал стоить за литр. Немножко разнится цена от городов, но в среднем, короче говоря, больше 40 лир. И новый айфон официально, 15-й айфон, он в Турции самый дорогой в мире. Так что айфон 15-й Pro Max на 1 терабайт стоит практически 3,5 тысячи долларов. Как бы благодарством. Там налог введен огромный, да, 100% у нас просто нереальная цена. А вот в прямом смысле можно продать почку, купить себе последний айфон. Это были новости Турции. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки. И подписывайтесь на телеграм-канал самых свежих новостей о Турции. Ссылка будет на него в описании. Спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok